Друзья мои, данные скрижали были обретены чудесным образом. От неба чудесным образом были потом изложены. И сегодня они будут в торжественной обстановке водружены на стену тронного зала. Да, Михаил Ильич? Да, над троном вечевых. Давайте, Михаил Ильич, мы ее повесим. Попало. А прочитать? Сейчас. Давайте повесить. Саша, ну-ка, отпускай. Будем пробовать. О! Попал? Попал. Друзья мои, это фактически изложение Лермонтовского стихотворения пророческого, о котором он здесь написал в свои 17 лет. Стихотворение называется «Мой дом». Мой дом везде. Где есть небесный свод. Где есть небесный свод, где слышны звуки песен. И дальше там идет основная мысль такая, что весь этот мир для поэта не тесен, но весь этот мир создал всемогущий, у него слово такое, всемогущий, создал для того, чтобы разместить чувство правды. Ему нужно было найти это место. И он нашел это место в сердце, созданного своего образа и подобия, чтобы тот хранил это чувство правды, потому что это мера, там, этическая, неэтическая, вообще просто мера бытия. И сохраняя в сердце, всемогущий дал возможность людям, во-первых, через, мы называем это совесть, через совесть опознавать весь этот мир этим чувством правды. И соотноситься друг к другу. Ты видно, что создан по образу и подобию с этим чувством правды, если тебе не нужно объяснение другого. То есть ты с человеком общаясь, различаешь это чувство правды без сомнения. Оно действительно присутствует в нашем общении, вот наши все встречи. Это и есть то самое соборное бытие, которое было заложено Вседержителем Всемогущим для того, чтобы реализовать замысел Творца относительно нас. Так вот, Лермонтов об этом и открывает нам в своем стихотворном произведении, что весь мир создан для этого чувства. И это чувство хранится вот в сердце, как святое вечности зерно. То есть зерно вечности, то есть у кого чувство правды открывается, то есть тот, кто различает себя, тот вечен. Вечен, потому что вечно его, вот это чувство правды. И поэтому мы сегодня начинаем понимать, что развитие русской цивилизации через соборное единение тех людей, которые открыли в себе это чувство правды. И мы понимаем, что не нужны никакие идеологии, нужен только один принцип. Чтобы жизнь была построена не по лжи. И мы всегда по каждому вопросу знаем, что по правде, а что не по правде. И наш наказ, наш стоглавник, это и есть та самая лествица движения к царству правды в России. И все это, конечно, принадлежит, это достояние, национальное достояние великой России. Но в то же время чувство правды, оно у каждого человека на планете. И поэтому сопряжение со всем миром через это чувство правды становится действительно этим мостом, который, породившись здесь, в России, в русском человеке, предлагается всему миру. Мы вот на основе этого Лермонтовского откровения сделали интерпретацию этого откровения. И сейчас Александр Горунович, оно таким белым стихом записано, непростым, да. Но тот, кто уже потренировался читать откровения, он сейчас это сделает. Александр Горунович, приступайте. В начале жизни всемогущий, дар драгоценный, чувство правды в сердце человека, святой вечности и зерно, с надеждой верности хранить вручил тому, кого создал по образу и по подобию своему. Между тем, в страданиях, познаниях и сомнениях, в разочаровании, недостижимости желаемого, разуверясь в божественности своего происхождения, расчеловечить, придавая собственное чувство правды, жалкий человек себя решил. Завет предвечного – это чувство правды в сердце каждом, но для спасения оживает лишь обретением небесной сути, надежда Бог грядущих дней и верой в достижение желаемого намерением благодатным. Да, каинова правда есть у каждого своя, но чувство правды в вечности зерно, святое в сердце, единосущное. Где ж двое, трое с чувством с этим собрались, для дела общего, в согласии с небом, там в путь для них готов всегда ковчег судьбы, под парусом надежды. Всеведение пророков собирает разумных от народов вместе, и обретут они и небо новое, и землю, на которых обитает правда, когда зерно святое в сердце станет им верным маяком в прекрасный царство правды, будущего дома. Ура! Ура, товарищи! Я хотел бы обратить ваше внимание, хотя бы против измов, видимо, вы, конечно, правы, но обратите внимание,